Татьяна Викторовна, спасибо. С боевым применением, с использованием нескольких нейросетей. И вебинар построим по принципу немножко теории, что появилось нового. Рассмотрим такие вопросы. Современные инструменты искусственного интеллекта. Рассмотрим обзор платформ, которые в том числе зарубежных, которые нужны нашим обучаемым, студентам, ученикам, для того, чтобы они могли получать обратную связь от искусственного интеллекта по выполненным задачам. Ну и, соответственно, платформу выстраивают персонализированные образовательные траектории. Вот и посмотрим, что нового появилось. Дальше. Второе. Это примеры использования. То есть где-то что-то я повторю. То, что я говорил на более ранних вебинарах. И сегодня рассмотрим создание урока, или там карту урока по FGOs, или правильно сказать FGOs, да, то есть для именно учителей. И как раз вот эти вот именно карты, которые вызывают, скажем так, некие сложности. Посмотрим, как можно привлечь именно искусственный интеллект для того, чтобы он нам помог. Также сделал новую подборку сервисов по составлению презентаций. В принципе, в своей группе «Цифровой педагог» я уже ее публиковал, но кто не состоит, в конце презентации есть ссылочка на группу «Цифровой педагог», где я периодически какие-нибудь интересные вещи отправляю. Ну и последнее – это интерактивное решение. То есть рассмотрим парочку систем, которые со встроенным искусственным интеллектом, в том числе один очень интересный продукт отечественный, который недавно появился, для того, чтобы организовывать групповую работу и помогать, как бы, и использовать нейропомощника для создания сообщений и всевозможного контента текстового. Итак, начинаем. И начинаю я с обзора платформ. Итак, платформы я рассматривал в том числе зарубежные, потому что здесь наверняка присутствуют участники и из ближнего зарубежья. И, в общем-то, здесь есть платформы с бесплатным возможным доступом и платформы с какими-то платными функциями. Но понятно, что мы сейчас пока в РФ не можем это оплатить. Ну, кстати, недавно прошла такая новость, что виза опять стучится к нам в Россию, и, возможно, когда-нибудь это станет снова возможным. Но в любом случае я рассматриваю сервис, который и предлагает именно бесплатные возможности для того, чтобы это сделать. Итак, что появилось, это Chaos Hero или, как говорят в переводе, герой курсов. Платформа применяется для обмена учебными материалами и помощи в обучении. То есть здесь можно... Есть такой вот AI-чат с PDF, то есть можно использовать, загрузить какой-то свой PDF-файл и попросить нейропомощника проанализировать, что там написано, сделать краткую выжимку или помочь с решением. Также есть опция AI-домашняя помощь с домашним заданием, помощь эксперта, спроси искусственный интеллект и всевозможные ресурсы для обучения. Идем дальше. Следующая платформа – это GreatScope. Больше применяется преподавателями, в том числе зарубежным преподавателям, которые используют данный сервис для того, чтобы автоматизировать оценку работ студентов. У этой платформы также есть API, но, правда, API – инструмент для подключения в какие-то системы. Он платный. Но, значит, понятно, что для нас это в RF пока недоступно, но есть возможность, например, загружать какие-то экзаменационные задания, там, или домашние задания, даже коды программ, и, значит, система может проверять и по соответствующим критериям выставлять, если научить, какие критерии, то, соответственно, выставлять оценки. Дальше. Ну, вот более подробно на этом слайде, то есть автоматизированная оценка. Искусственный интеллект, значит, группирует какие-то схожие ответы и позволяет ускорить процесс проверки заданий. Также платформа содержит разнообразные типы заданий, то есть различные форматы, даже можно экзамены проводить, домашние задания, викторины и так далее. Также, значит, Gradescope позволяет загружать работы в виде PDF-фотографий и распознает, что там написано, и, соответственно, может по гибкой настраиваемой системе критериев оценивать. Есть также аналитики и отчеты по успеваемости, также представлены, и есть интеграция с ОМС, но, насколько я знаю, реализованный сканвас, известный системой зарубежной по, в том числе, использующей персонализацию обучения, это, скажем, адаптивное обучение. Такое тоже возможно, но это доступно в серьезных таких платных опциях. Идем дальше. Задавали вопросы неоднократно, как же, вот, по поводу решения математики, 9 сентября был вопрос, тоже по поводу математических систем. Здесь, как бы сказать, то, что те классические модели нейросетей, LL-модели, которые используются, ну, как бы для генерации естественного языка, они очень плохо решают математические задачи, то есть плохо считают и так далее. И, в принципе, вот нашел я такой сервис, который называется Match GPT-Pro, который помогает решать математические задачи с применением искусственного интеллекта. Здесь, получается, как бы перевел этот зарубежный сервис на русский язык, там в браузере, да, и, в общем-то, бесплатный доступ на месяц. Если студент, то указывается, как образовательное учреждение, и тоже на месяц бесплатно. Далее платные опции. Я думаю, что у нас они тоже будут проблемы с доступом, но можно менять периодически, заводить новые регистрации. И, что примечательно, здесь в окошке можно вставлять фотографии каких-то формул, каких-то картинок, или писать сами формулы уравнения, использовать этот значок, соответственно, и отправляем, значит, нейропомощнику для того, чтобы тот проанализировал и представил задание. Значит, есть графический калькулятор для построения графиков, различные калькуляторы, блокноты для записи, сохранения результатов, и, соответственно, наставник. А я и наставник, или и наставник, да, то есть наставник с искусственным интеллектом, который подсказывает, соответственно, решение. То есть вот этот пока единственное, что я смог найти из именно математических нейросеток, которые именно позволяют решать подобные задачи. Шагаем дальше. Следующая – это платформа Cogni. Платформа для создания адаптивных тестов и оценивания знаний. Далее. Гики есть платформа, но здесь я привел скриншот арабской версии. Это бразильская система, адаптированная образовательной платформой для персонализации учебного процесса студентов. И, в общем-то, используя технологии машинного обучения больших данных, создает индивидуальные планы для студентов и, соответственно, персонализирует образовательную траекторию. Ну, вообще-то, в последнее время это очень такая модная тема – персонализация адаптивного подхода. И если используем систему дистанционного обучения для размещения учебного контента и, соответственно, ведем какой-то учебный процесс, сопровождаем, то вот эти вот, скажем так, технологии становятся доступны все ближе и ближе к нам именно в плане персонализации, подбора темпа обучения и, соответственно, заданий. Newton. Тоже про две платформы. Вот эта и следующая я говорил на как-то на прошлых вебинарах. Тоже можете посмотреть. Платформа, которая использует искусственный интеллект для персонализации учебных материалов и адаптируется под нужды каждого ученика. И Smart Sparrow – это австралийская платформа. Вообще, это Smart Sparrow – это образовательная технологическая компания из Австралии, которая специализируется на адаптивном обучении. И тоже есть своя платформа, которая вот как раз посвящена этому. То есть там есть и задания, и, значит, задания выстраиваются в зависимости от того, как наш обучаемый достигает тех или иных образовательных результатов. Из наших отечественных очень хорошая есть платформа университета Иннополиса. Я там сам тоже на ней учился, несколько раз проходил курсы. Тоже платформа, онлайн-платформа со встроенным искусственным интеллектом, которая позволяет эффективно, ну, во-первых, проводить аналитику учебного процесса и управлять учебным процессом. И, конечно же, одна из новинок – мы начали с Азбера где-то примерно год назад взаимодействовать тоже, как вузы, да, то есть я представитель Ульфимского университета новых технологий, и как раз мы очень активно с ними вели различные переговоры по различным сервисам. У них тоже появилась такая вот платформа для Marketplace курсов, где в каждый курс есть встроена возможность самодиагностики. и, соответственно, платформа может анализировать речь, и, значит, для, например, коррекции грамматики и произношения. То есть в целом платформа тоже активно использует искусственный интеллект, и внутри этих курсов образовательных тоже доступны такие моменты адаптивного обучения. Очень много у них, кстати, продуктов появилось. В сравнении дорогих мы тоже изучаем эти вопросы, может быть, что-то тоже для себя приобретем, как университет. Например, у них есть, скажем так, возможность подключения гигачата, нейросит-гигачата. Голосовые генерации, причем очень довольно-таки недорого, там что-то за тысячу рублей в месяц доступно около миллиона всяких генераций. Аудиогенерации, генерации текстов. То есть это как раз можно делать чат-боты, которые не просто текстом отвечают, но уже отвечают и голосом. Дальше следующий момент. Ну и, конечно же, про платформу Notion, так называемый супер-блокнот со встроенным сервисом искусственного интеллекта для создания страниц с контентом и совместным взаимодействием. Это зарубежная платформа, но, правда, она объявила о том, что она закрывает доступ к российским аккаунтам. Ну, я заходил, смотрел, в принципе, все работает и закрыто. Единственное, что проблема есть с оплатой каких-то плюшек, но, в принципе, мы этим и не пользовались никогда и не пользуемся. Есть сообщение о том, что можно зарегистрироваться на зарубежный аккаунт и зарубежным аккаунтом пользоваться данной платформой. Как работал с этой платформой? Я прошлые вот как раз весенние курсы очень активно обучал. Сегодня тоже какие-то элементы интересные, там, парочку покажу. И, в принципе, тоже это одна из таких интересных платформ, которая не только может организовать эффективно рабочее время, но и позволяет наладить взаимодействие. То есть очень быстро можно создавать различные страницы с различным контентом и предоставлять доступ. Ну и, значит, следующее – это у нас проект «Математика и образование». 01 «Математика и образование» – это тоже система, которая разработана резидентом Сколково и предназначена для учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ. Здесь можно заниматься, как раз используя образовательный, соответствующий образовательный контент, можно заниматься учащимся и как раз применяется также адаптивный подход в зависимости от темпа и уровня освоения того или иного материала. Система подстраивается под индивидуальные потребности учащихся и предлагает соответствующие задачи, то есть способствует более эффективному обучению. Тоже рекомендую. Дальше. Ну и одна из новинок – это ассистент преподавателя от Сбирообразования, правда, платный инструмент. Здесь можно записать свой урок, сделать аудиозапись, загрузить эту аудиозапись, и ассистент, нейроассистент проанализирует, значит, разложит ваш урок по полочкам и подскажет, насколько вы хорошо, внятно, понятно говорили, какая у вас скорость речи, эмоциональная модальность, какие вы слова употребили, сколько раз их употребляли, что нужно усовершенствовать в темпе ведения урока и так далее. То есть функционал довольно обширно здесь, и в принципе можно посмотреть. Ну и, соответственно, по аудиоречи можно также и строить текстовый, составить текстовый конспект. Вот это то, что касается каких-то определенных новинок, которые появляются, причем все это растет в такой, скажем так, очень импульсивно, очень быстро появляются все новые сервисы. Я уже говорил на прошлом вебинаре о том, что появление вот этих нейросетей генеративного искусственного интеллекта, это можно сравнить как появление сотовых телефонов в свое время, когда мы стали иметь возможность звонить с любой точки мира, то есть поддерживать коммуникации. Вот такой бум произошел, и сейчас тоже происходит бум генеративного искусственного интеллекта, который как бы способствует какие-то рутинные задачи, рутинные задачи автоматизировать. Рассмотрим примеры использования в образовательной деятельности. Лишь некоторые примеры, как в основном применяется искусственный интеллект. Первое – это персонализация обучения. То есть искусственный интеллект помогает адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности и способности каждого ученика, что способствует более эффективному обучению. Как использовать? Вот можно, например, взять любую нейросеть, тексту-текст, либо чат GPT 3.5, либо Яндекс GPT, либо Perplexity. И, например, можно загрузить ответ ученика в чат-бот с нейросетью и указать критерии оценки, и попросить нейросеть сделать резюме ответа. Потом, значит, смотрим, ну, рецензию ответа, потом смотрим, изучаем рецензию, что же была нейросеть. В зависимости от полученного результата поправляем нейросеть. То есть пишем промты, корректирующие промты здесь вот так, здесь вот так, перепроверить, сделаем новый резюме в соответствии с корректировками. То есть обучаем нейросеть проверять один ответ, добиваемся от нейросети приемлемого результата, затем загружаем еще 5-10 ответов и опять просим дать резюме на эти ответы. Значит, на основе полученных результатов здесь можно двояко поступить. Либо сделать, разработать новые задания для группы учеников, либо, значит, резюмируя научим, когда научили нейросеть проверять, по критериям попросить нейросеть сгенерировать задания для конкретного ученика. И так либо сделать для каждого, загружая ответы по отдельности обучая, либо, значит, соответственно, делаем это все для... Ну, задания обычно типовые, поэтому один ответ загрузили, значит, получили резюме, добились нормального резюме, рецензия на ответ, правильно сказать, рецензия на ответ. И после этого, значит, загружаем еще задания других учеников и просим потом, значит, загрузить... Вот задание, например, Иванова Васильева, да, то есть сделай рецензию. И потом просим нейросеть разработать задания, значит, для каждого ученика. Либо это делаем для группы учеников. То есть один из таких примеров. То, что мы можем сделать, не используя какие-то, соответственно, крутые встроенные системы. Возвращаясь обратно, следующее, это, получается, создание учебных материалов. То есть искусственный интеллект сейчас может создавать тесты, задания, даже целые учебные программы, что существенно, в общем-то, экономит время. Вот у нас будет 28 сентября курс. Приходите. Чуть позже в конце я, значит... Так, тогда, коллеги, если, значит, проблема со звуком, давайте я себя выключу тогда, ладно? Видеоизображение. Все ли хорошо, нажмите на огонек, если все хорошо слышно. Если все-таки есть проблемы со звуком, нажмите минус в чате. Да, минус. Коллеги, спасибо за обратную связь. Да, ну вот что-то... Хорошо, давайте тогда я свое изображение сейчас выключу, ладно? Может быть, будет как-то побыстрее. Итак, смотрите, на курс. На курсе как раз мы очень подробно рассматриваем и разработку учебных курсов дисциплины, и разработка конкретных занятий. То есть мы учим техники написания промтинга, написания промтов, как правильно написать промт, чтобы получить... Да, вот Татьяна Викторовна, спасибо еще раз. Значит, в чат повторяет ссылку. Там посмотрите на лендинге очень подробно. То есть как правильно делать промты и добиваться от нейросетей хороших результатов. Также мы учим создавать и учебно-образовательный контент, то есть создавать презентации с помощью специальных сервисов. Но, как правило, эти специальные сервисы, они имеют одну проблему. Они очень... Ну, простите меня за такой сленг. Коряба все-таки пока создают. Поэтому мы учим создавать презентации с использованием нейросетей тексту текст. То есть текстовый промт, текстовый отклик. И текстовый промт, тексту имидж. И картинка. И вот учим по технологии. Также мы... Также обучаем... Я обучаю именно как изображение. Построить хорошее качественное изображение, добиться результатов от нейросетей, чего мы хотим. Есть определенные секреты и методики. Работа с генеративными нейросетями в части изображений. И рассматриваем около пяти различных нейросеток бесплатных, где можно получать очень неплохие результаты. Это, скажем, шедевры. То есть различные портреты, фотографии с различными очень такими характеристиками подробными. И на курсе также мы создаем презентации. И искусственный интеллект по тексту, набранному вами, озвучит вашу презентацию. То есть создаст некий такой ресурс, который позволит получить озвученную нейросетью, презентацию с хорошими картинками, слайдами и текстом. Научитесь также создавать аватары, говорящие, то есть загружает свою фотографию, и ваша фотография оживляется, и читает какое-нибудь приветствие к уроку, например, и так далее. И на курсе также мы рассматриваем создание нейропомощника. То есть нейропомощника. Две системы мы рассмотрим. Без навыков программирования вы получите возможность в Телеграме иметь своего нейропомощника, отвечать на вопросы. То есть студенты могут задавать вопросы. Чат-бот в Телеграме будет отвечать, генерировать картинки, тексты, прочий контент, новости. И я научу, как это все сделать, собирать в одном месте. У вас будет свой персональный нейропомощник. То есть после данного курса вы как бы на голову сразу выше становитесь, своих коллег, своих обучаемых, и можете его пройти. Надежда Базунова. Да, нет, курс платный. Курс платный. И проблемы, я не знаю, какие там соплаты на территории России. В принципе, я не могу на это сказать, какие у нас могут быть проблемы с соплатой. Здесь, скорее всего, работает также система МИР. Если система МИР работает, то, в принципе, проблем нет. Ну, вы можете написать вопрос, и наши менеджеры там ответят. Идем дальше. Итак, создание учебных материалов. Дальше. Анализ успеваемости данных. То есть анализ, который проводит искусственный интеллект. И, соответственно, выявляет проблемные области знаний наших обучаемых. И вот то, что здесь звездочками показано, это интерактивные инструменты. И, соответственно, автоматизация административных задач. То есть есть система, которую уже используют во всю искусственный интеллект, который позволяет управлять административными задачами, составлять расписание, распределять, обрабатывать заявления, зачисления слушателей и так далее. Это все вот уже применяется в специализированных системах, которые, ну, например, BITREX 24. То есть есть вот можно делать автоматизацию административных задач. Или в самописных системах мы тоже в Эфирском университете создаем свою систему, бесшовную такую систему, где у нас есть личный кабинет, генерация всяких документов будет, идет. И, соответственно, есть система дистанционного обучения, привязанная тут же и так далее. И, соответственно, КОПИЛОТ, так называемый, который, по-моему, нейропомощник, который позволяет отвечать на вопросы и сопровождать студентов. Идем дальше. Следующий момент. Это мы рассмотрели. И как можно использовать для разработки учебного занятия. Меня тоже спрашивают именно по ФГОС. Как это можно сделать? Я, конечно, кое-какие примеры подобрал. Все я не смогу здесь сегодня рассказать. Просто дам идеи, как можно использовать. Идеи здесь вот представлены на слайде. Значит, первое – это генерация идей для занятия. Генерация целей и универсальных учебных действий. Генерация технологической карты урока. И генерация рекомендаций для реализации каждого этапа. А также можно создавать упражнения. Значит, создавать шкалы оценок заданий. И даже проверять тексты. Тексты ваших конспектов по соответствующему чек-листу. Соответствует ФГОС или не соответствует. Что можно здесь использовать? Даже не надо заморачиваться, например, с чатом GPT. Значит, можно использовать наши вполне сети, которые сейчас очень адекватно отвечают и генерируют. Это Янг, GPT-3 и Perplexity. Ну, чтобы это продемонстрировать, давайте я сейчас переключусь на экран. Включу демонстрацию экрана. И у меня есть заготовленные промпты, чтобы вам это показать. Итак, у меня открыто здесь, значит, Perplexity. Ну, раньше я Perplexity рассматривал как нейросеть, которая просто занимается поиском информации и, соответственно, выдает источники, откуда эту информацию данная нейросеть взяла. Значит, ну, сейчас вот буквально через где-то месяцев 7-8 нейросеть довольно, так скажем, хорошо поумнела и неплохо генерирует тоже, даже не в режиме Pro, значит, неплохо генерирует, создает тексты. Ну, и, конечно же, значит, Яндекс.GPT. И здесь я подготовил промпты, тексты промптов, которые сегодня мы с вами рассмотрим. Ну, например, мы разработаем сегодня урок по физике для учеников 9 класса на тему закон сохранения импульса. Первое, значит, что какой промпт здесь есть, это мы зададим, зададим, так, сейчас, минуточку, Perplexity, да, и на разницу посмотрим. Ну, напишем, что, во-первых, задаем роль действия как преподаватель физики, то есть самое главное – это правильно научиться составлению промптов. Есть еще, кстати, система генерации промптов, и, соответственно, вот тоже на курсе мы рассматриваем, как правильно делать промптинг. Если сделать поверхностный промпт, то отклик получится от нейросети не очень, если правильно все написать, то есть есть определенные секреты написания промптов. Так, можем получить неплохой результат. Ну, во-первых, я указываю, кто он, да, то есть действую как преподаватель физики, и, например, прошу предложить пять интересных форм проведения урока новых знаний, указываю тип урока, да, по физике на тему закон сохранения импульса. Также мы указываем, для кого это, то есть указываем для учеников 9 класса. Урок проводится для учеников 9 класса, если это ошибочка у меня, да. Ну, и указываем возраст, 15-16 лет. Даю ему задание, и можно тоже самое попросить сделать чат GPT-версии 3. Ну, чат GPT-версии 3 дает возможность 100 сообщений обработать в сутки. Поэтому здесь имейте это в виду. Чат GPT-версии 2 там, по-моему, бесконечно. Тоже запускаем, соответственно, нейросеть, и вот нейросеть начинает генерировать. Ну, сами, пожалуйста, цики, насколько каждая сеть, как бы, имеет, лучше это сделала. Вот несколько интересных форм проведения занятий по физике на тему закон сохранения импульса. Эксперимент указывает цель, указывает модель, материалы и ход эксперимента. Что нужно сделать? Ролевая игра. Цель – сценарий. Проектная работа. Цель – задание. Задание. Ученикам предлагают сайт-проект, которым они исследуют различные ситуации взаимодействия тел и применяют закон сохранения импульса для расчета изменения импульса системы. Проект можно представлен в виде презентации или видеоролика. Интерактивная лекция, пожалуйста, метод, который используется. Квест-игра. Цель и предлагает сюжет даже. Так, это сделано с Яндекс.ГпТ. 3.0. Смотрим. Ну, ответ можно скопировать и, соответственно, перенести, например, в тот же самый Word либо какой-нибудь документ OpenOffice LibreOffice, какой-нибудь OpenOffice Writer. Что сделал у нас Perplexity? Экспериментальная лаборатория. Значит, организуйте лабораторную работу, где ученики смогут самостоятельно провести эксперименты с использованием различных объектов. Интерактивная игра. Создать игру на тему столкновения, где ученики будут работать в командах. Каждая команда получает набор задач, связанных с расчетом импульса. Команды должны предоставить свои решения, объяснить, как закон сохранения импульса применим к их задаче. Я думаю, неплохо. Моделирование ситуации. Используйте компьютерную симуляцию или приложение для моделирования физических процессов. Ученики смогут изменить параметры, наблюдать изменения системы. Это позволит визуализировать закон сохранения импульса и понять его практическое применение. Дебаты предлагают сделать. И проектная работа. Попросить учеников выбрать интересный аспект закона сохранения импульса и подготовить проект. Например, о применении этого закона в спортивных играх или проектировании автомобилей. Ученики смогут презентовать или видеоролик, или поделиться своими находками с классом. Это развивает исследовательские навыки и способствует более глубокому пониманию темы. Вот ответы от двух сетей. Ну, напишите в чате, какой ответ вам больше понравился. Perplexity или Яндекс.GPT. Я думаю, что и Perplexity очень неплохой развернутый ответ, в общем-то, дал. И Яндекс.GPT тоже дал свои интересные идеи, например, по квест-игре, которые тоже можно использовать. Так, шагаем дальше. Так, что же там написали? Ну, жду ответов. Что все-таки понравилось. Так, и идем, шагаем дальше. Хорошо. Следующее мы сделаем. Так, следующий такой промт напишем. Придумай. Хорошо все видно на экране, да? Если нет, напишите, что нет. Минус поставьте. Если хорошо, то можно нажать огонек. Ага, Елена Гончарова. То и другое, соответственно, интересны. И оба варианта. Ага, хорошо. Текст плохо видно. Но буду тогда стараться как-то увеличивать. Итак, следующее. Придумай цель и задачу урока на новых знаний по физике. На тему закон сохранения импульса. И то же самое я делаю для чата GPT. Цели и задачи. Ну, смотрим, что написал Perplexity. Давайте увеличу немножко текст. Цель урока. Сформировать у учеников понимание закона сохранения импульса, его применения. В различных ситуациях. Второе. Развить навыки анализа и решения задач, связанных с импульсом и его сохранением. Способствовать развитию интереса учеников к физике и ее практическому применению. Здесь немножко коряван сформулировал. Ну, ладно. Задача урока. Ввести понятие импульса. Объяснить закон сохранения. Рассмотреть примеры. Научить решать задачи. Провести эксперимент. Организовать обсуждение. Предложить ученикам решить задачи. Провести итоги урока. А подвести итоги урока. Ну, думаю, тоже сносно. Что-то можно взять. Яндекс.GPT. Так, вот так попробую увеличить. Тип урока. Изучение нового материала. Цель. Сформировать учащихся представление о законе сохранения импульса, научить применять его для решения задачи. Ну, прям как сделал, как для конспекта. Одну цель предложил. Да? Молодец. Задача урока. Образовательный. Познакомить учащихся с понятием импульса тела и законом сохранения импульса. Но учить решать задачи на применение закона сохранения импульса. Развивающие. Развивать логическое мышление. Умение анализировать, делать выводы. Формировать навыки самостоятельной работы. Ну, здесь я взял более общие такие формулировки, значит, неприменительные к теме. И воспитательный. Воспитывать интерес к изучению физики способствует формирование научного мировоззрения. Ну, нормально, я считаю. Так. Итак, цель сдачи мы сделали. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И здесь следующий. Составь прогнозируемые результаты. Ну, я открою такой секрет небольшой. Вот я такую карту нашел на сайте педсовет.су. Ну, как сказать. Просто такую статью. Технологическая карта урока по FGOs. Образец и правила оформления. И вот здесь, соответственно, рекомендации. Значит, предмет, тема урока, тип урока, прогнозируемые результаты. Как бы вот по этой вот статье я иду. И вот теперь нужно спрогнозировать результаты личностные, метапредметные, предметные. Дальше здесь описываем дидактические средства обороны. Понятно. И попробуем составить вот такую вот табличку. Табличку этапов урока, содержания педагогического взаимодействия и формируемые универсальные учебные действия в соответствии с планируемыми результатами. Вот. Попробуем это сделать. То есть как бы любому учителю, преподавателю, ну, один из таких примеров, как создавать. Ну, на предыдущих вебинарах я создавал для дополнительного образования, для высшей школы, значит, примеры. Теперь вот учителя просят, а как вот именно может помочь именно со стороны карты урока. Поэтому рассматриваем такой момент. И берем следующий, значит, у нас промт, но заранее заготовленный, чтобы не тратить время. И вводим его сначала в Perplexity, составив прогнозируемый результат, разделив их на личностные, метапредметные и предметные. И просим составить. И то же самое мы делаем для чата GPT. Яндекс.GPT, вернее. Вот он представил личностные результаты. Ну, давайте пока он печатает, мы посмотрим Perplexity. Perplexity уже сделал. Личностные результаты. Формирование познавательного интереса к физике. Развитие критического мышления, способность аргументированности, оставив точку зрения, воспитание, ответственное отношение к учебе и саморазвитию. А, и, кстати, он еще показал, откуда он это берет. То есть на источнике. Вот здесь вот, например, правая кнопочка. Можно открыть соответствующий источник и посмотреть, почитать интересные моменты. То есть найти интересные документы. Метапредметные результаты. Умение работать с различными источниками информации, способность составить цели, планировать и регулировать свою деятельность, развитие коммуникативных навыков. Предметные результаты. Понимание сущности закона, сохранение импульса, умение применять его при решении задач, знание определенного импульса, соединиться его измерения и способов расчета, умение провести эксперименты, способность использовать полученные знания для объяснения различных процессов в природе и технике. Ну, я сказал бы так. Неплохо. Если не согласны, напишите. Яндекс.Джипити. Личностные результаты. Формирование ответственного отношения к учению. Развитие коммуникативной компетенции. Метапредметные. Умение самостоятельно при отцеле своего обучения ставить, формулировать и формулировать для себя новые задачи. Введение, владение основами самоконтроля. Предметные результаты. Понимание смысла основ физических терминов. Импульс тела, импульс силы. Замкнутые системы тела. А вот здесь вот он более подробно развернул. Молодец. Знание закона сохранения импульса, умения применять его для решения задач. И приобретение опыта применения научных методов опознания, наблюдения физических явлений. Но я думаю, что взять можно и там, и там. То есть очень неплохо они справились с задачей. Шагаем дальше. Следующий момент. Следующий промт. Просим его сформулировать в соответствии с планируемыми результатами, сформулировать универсальные учебные действия. Так, значит, результаты мы сделали. То есть я как бы иду, вот если показать эту табличку, я сначала планирую результаты, потом формируем учебные действия и дальше. То есть как бы с конца. То есть от результата шагаю. Так, и беру следующий промт. Получается. Копировать. Ну, причем промты я здесь делаю такие немножко поверхностные. В плане того, что на самом деле, если так более детально проработать, нужно еще лучших результатов достичь. Так, ну вот, перплексить и даем задание чату GPT. Яндекс.GPT. Так, вот у нас, что ответил. Универсальные учебные действия. Регулятивные универсальные учебные действия. Планирование действий. Учащиеся научатся ставить учебные цели. Контроль и оценка. Учащие будут иметь, контролировать свои действия. Саморегуляция. Развитие навыков саморегуляции. Позволяющие ученикам осознавать трудности. Ну, кстати, очень хорошо развернул. Познавательные универсальные учебные действия. Поиск информации. Анализ и синтез. Примение знаний. Коммуникативное взаимодействие в группе. Аргументация с своей точки зрения. И представление результатов. То есть, ну, какие-то вот именно идеи для составления карты урока можно отсюда вполне нормально взять. И ускорить, чуть подправить. И, в принципе, можно пускать непосредственно в производство, да, значит, данной карты. Личностные. Здесь он кратко более. Яндекс.GPT сделал. Регулятивное. Ученик осознает необходимость изучения физики для понимания окружающего мира. Регулятивное. Познавательное. Сознательная информация. Коммуникативное. Ну, вот у Perplexity как-то получилось более круче, что ли. Хотя, я еще раз повторюсь, месяцев 6-8 назад Perplexity генерировал довольно-таки не очень хорошо. То есть, можно было как бы именно искать для поиска информации, но, значит, даже вот Яндекс.GPT по разработке интеллектуальных игр его превосходило. А сейчас вот я просто смотрю и удивляюсь. То есть, за 6-8 месяцев такой прогресс. Так, хорошо. Универсальное учебное действие мы с вами сделали. Шагаем дальше. Теперь попросим этапы урока написать. То есть, возвращаясь к этой табличке, вот этапы урока. Значит, открываем. Вставляю и задаю prompt. Напиши этапы урока и виды работы, формы, методы приема к каждому этапу. То же самое просим сделать Яндекс.GPT. Образовательное, развивающее. А вот он так уже, смотрите, разложил, да? Этап урока – организационный момент, виды работы, формы, методы. Актуализация знаний, изучение нового материала, формы работы, методы работы и подведение итогов. Но, кстати, не указал мотивационный этап. Здесь бы я еще мотивирующие действия рассмотрел бы. Перплексити. Организационный этап. Цель, виды, какая форма работы, методы, беседы, фронтальные приемы. Актуализация знаний. Да, тоже, кстати, мотивацию знаний не указал, но можно его поправить. Включи мотивационный этап, включи мотивацию в организационный этап или мотивирующие методы в организационный этап урока. Актуализация знаний, вспомнить ранее изученные темы, метод вопросов, изучение нового материала, ввести понятие импульса и так далее, да? И закрепление знаний. Закрепление, виды работы, решения задач, групповая практическая приема. Ну, тоже подкинул идею. И еще рефлексия. Так, здесь рефлексия. А, ну да, то есть рефлексию представил. То есть Яндекс.Гпт представил в виде таблицы. Ну, здесь сами, пожалуйста, оценивайте, что лучше. В принципе, Яндекс.Гпт такой краткий, а вот Perplexity такой более подробный. В принципе, здесь можно что-то, много чего интересного взять. Следующий давайте момент, следующий промт. Напишем так. Следующий промт будет у нас такой. Для каждого этапа опиши содержание педагогического взаимодействия в разрезе деятельность учитель, деятельность обучающего. Вот как раз вот такая вот серединка таблички делаем. Раз, запускаем для Perplexity и запускаем для Яндекс.Гпт. Тоже посмотрим. Деятельность учителя. Пожалуйста, он расписал здесь вообще просто классно. Для организационного этапа деятельность учителя, деятельность обучающегося, актуализация знаний, деятельность учителя, деятельность обучающегося, изучение нового материала. Ну, мне кажется, Perplexity отлично уже справился с задачей. Здесь нормально получили. И, соответственно, смотрим, что Яндекс.Гпт. Да, здесь он тоже разбивает по этапам урока и, соответственно, пишет деятельность учителя, деятельность обучающегося. Отвечает на вопросы, вспоминает свои понятия и формы. Ну, более кратко так, лаконично все делает. Perplexity прямо подробно все делает. Ну, здесь можно либо брать синтез оттуда-оттуда, либо, значит, остановиться, например, на Perplexity, который более подробно все генерирует. Ну, вот так Яндекс.Гпт. Так, идем дальше теперь. Следующий момент, следующий промт. Теперь я попросим его представить результаты в виде таблицы. Значит, давайте сразу задаем для Яндекса.Гпт и для Perplexity. Представить полученные результаты выше результаты в виде таблицы с графами этапа урока, вида работ, формы метода, приема, содержание педагогического взаимодействия, формируемые универсальные учебные действия и планируемые результаты. И я граф разделяю точками с запятой, то есть столбцы, точки с запятой. Обратите внимание. Запускаю. Вот он строит табличку. Молодец. Этапы урока, виды, формы, методы. И, соответственно, здесь пишет содержание педагогического взаимодействия, формируемые универсальные учебные действия и планируемые результаты. Смотрим, что делает у нас Яндекс.Гпт. Этап урока. Да, он разложил все по табличке, все это скомпоновал, объединил, и мы получили вот такой результат. То есть как бы оба справились, оба умеют группировать это все в таблице и таким образом составлять. Уточним промт теперь. Следующий. Скорректирую полученную таблицу, раздели графу содержания педагогического взаимодействия на деятельность учителя и деятельность обучающихся. Почему я так делаю? Обращаю внимание вот здесь. Видите, разделено. И теперь задаю это все. Perplexity. И задаю непосредственно чату.GPT. Чату.GPT. Яндекс.ГпT. Вот получается скорректированная таблица. Посмотрите, справился ли Perplexity с этой задачей. Да, смотрите, он разделил. Он разделил деятельность учителя и деятельность обучающихся. Вот. Он прекрасно это сделал. Он справился. И, соответственно, смотрим, да, деятельность учителя, деятельность обучающихся. Тоже Яндекс.GPT смог это сделать. Он разделил на две графы. Здесь и здесь. Прекрасно. Значит, идем дальше. Что еще? А, ну, следующее. Значит, теперь приступаем к разработке контента для занятия. То есть, например, просим придумать 10 тестовых заданий по теме. Давайте я тогда Яндекс.GPT. Ну, тоже давайте попросим. Посмотрим на разницу. И, соответственно, вот 10 тестовых заданий придумывает Perplexity. Первый указывает правильный ответ. Смотрите, да, сразу. Его угадывает, да. То есть, нормальный ответ. Какова? Ага. Вот он даже... Смотрю на скидку ответа. Вроде бы все правильные. То есть, вот он придумал. Ну, надо обязательно проверять за ними. То есть, он сгенерировал в 10 тестовых вопросов, указал правильный ответ. Так. А здесь мы его не попросили сделать. Интересно, карту приложит в правильных ответах? Ага. Не сказал. Не приложил. Укажи. Правильный ответ. Просим. И, соответственно, он сейчас... Вот так он сделал. А он почему-то 7 только придумал. Не 10. И указал правильный ответ таким образом. Ну, проверять не будем. Время тратить. Но надо все-таки смотреть за ним. Следующий промпт. Придумай задачу для решения в классе по теме урока и укажи правильный ответ. То есть, задачу для решения. Даем Perplexity. Яндекс.GPT сначала давать Perplexity. Отправляем условие задачи. Два хоккеиста, двигающих по льду. Ну, вообще, Perplexity вообще молодец в этом плане. Придумал задачу. Предложил решение этой задачи. И вроде бы все так на вскидку. Правильно, да? И еще ответ предложил. Что там? Так. А, все, он уже этот. Все. Яндекс.GPT сказал. Я сегодня просто очень много работал уже. Сказал привет. Все, 100 сообщений и закончились. Поэтому остается только Perplexity. Ну, или Яндекс.GPT 2 модель, но она гораздо хуже. И вот, в принципе, неплохо справился по задачам. Что еще можно придумать? А, еще давайте попросим разработать критерии оценки. Разработать критерии оценки. Задачи. Разработать критерии оценки. Задачи по шкале. Отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно. Оценка. Вот она. Видит таблица представлен. Просто молодец. Шикарно. Отлично, 5 баллов. Полное правильное решение, правильные расчеты, четкое объяснение. Все шаги. 4. Верные формули. Формулы, но арифметические ошибки. Можно согласиться, да. 3. Но требует доработки. Ну, вот вам и оценка задач. Еще даже примечание написал. Для оценивания важно учитывать не только правильность ответов, но и процесс решения его икоросуждения. Умение применять теоретические знания на практике. Ну, вот как-то так. В принципе, для чего еще можно применить так, Perplexity, это попросить его еще проверить. Объяснение делать, да. То есть, объяснение сложных понятий. То есть, я могу ему, например... Ну, вот мы ознакомились. Здесь вот можно кнопочкой копировать, вставлять. Предоставлять доступ шея, да. То есть, расшаривать доступ для кому-то. Ученикам или там еще что. Или коллегам. И вот я создаю новый тренд. Теперь и сюда забиваю, значит... Например, вот у меня есть код программы. То есть, можно применять и использовать для того, чтобы как бы объяснять сложные понятия. Ну, вот, например, код в программировании. Я вам прошу, объясни мне, как работает данный код. Код написан на языке Python. И нажимаю клавишу Enter. И, соответственно, он мне расписывает. Вот. Первая строка импортирует функцию. То есть, объясняет, что делает каждая функция. Дальше разделение на тестовые выборки. Расписывает аргументы, где есть исходные данные, целевые, переменные. Дальше что делает функция? Возвращает четыре массива. Дальше разделяет на валютационную тестовую. То есть, он делает подробное объяснение сложного понятия. То есть, мало того, что он еще создает сам и кодит. То есть, можно писать коды на Python, да. Перплекси, например, в задаче он напишет код. Но он еще и объясняет этот код. То есть, это как один из примеров, например, объяснения сложных понятий. И как раз вот здесь вот он все разложил. И мне нравится, как он все это разложил. То есть, по крайней мере, мне это понятно. То есть, кто-то написал, какой-то программист создал код, например, чтобы облегчить понимание, ускорить, не тратить время, что же он там думал. Я отдаю это все на откуп нейросети. Нейросеть мне это все раскладывает по полочкам, по каждому оператору переменной. И объясняет, что где каждая переменная здесь делает. Вот тоже можно использовать непосредственно в своей образовательной практике. Перехожу к нашей презентации. Коллеги, на все вопросы отвечу чуть позже, потому что надо мне еще закончить свое сообщение. Итак, что еще? Разработка учебного контента. То есть, можно писать тексты к занятиям. Задачи упражнения, тесты я показал. Презентация изображений. То есть, ну, сейчас покажу один из сервисов рисования, создания графических изображений, доступный такой от Сбера. И, значит, в общем-то, вот этот учебный контент можно все создавать с помощью нейросетей, ускоряя подготовку к урокам, занятиям. И вот именно обзор полных сервисов, эффективных сервисов, написание промптов, как это все правильно делать, чтобы достичь желаемого результата, мы это делаем на курсе. Поэтому еще раз говорю, приходите, смотрите. Отзывы были в прошлом очень хорошие. Всем понравилось, все прямо выросли, вот на голову выросли в плане применения. Идем дальше. Значит, чуть позже покажу, значит, сервис генерации изображений. Самый доступный и простой. И вот то, что касается сервисов разработки презентаций. Здесь они представлены. Такая подборка. Слайд Бин, Прези, Диссижн Айяй. Так, что-то. Коллеги, отвечу на вопрос, ладно. Значит, Диссижн Айяй, Слайд Гео, Питч. Здесь краткая характеристика сервисов, что они делают. Все эти сервисы создают презентации. То есть вы пишете текстовый промпт, создая мне презентацию ИКТ в образовательной деятельности. И, соответственно, сервисы подбирают вам презентацию, картинку, текст и так далее. Но все они работают не очень корректно. То есть надо в любом случае дополнять, добивать, то есть уточнять промпт и так далее. Большинство из них, конечно же, позволяет, например, некоторые создать только там три презентации, пять презентаций, остальной платный режим. Ну, там кто-то в сутки, кто-то вообще берет за три презентации, только дает, потом уже надо платить тарифы. Поэтому в основном мы пока что сейчас используем именно две сети текст-то-текст для создания презентации. Мы учим на курсе и учим нарисовать картинки. Потом это все вручную объединяем. И есть еще специальный сервис, который позволяет это все озвучить. То есть нейросеть пишите, выбираете голос, и нейросеть озвучит эту презентацию. Сейчас у вас получается такой видеофильм, видео, то есть фактически, то есть это можно делать какие-то онлайн-курсы и так далее, все это размещать. Ну, я очень много занимаюсь всякими онлайн-курсами, как бы как профессиональный автор и методолог, и поэтому мы это вот используем. У нас в разы возросла эффективность, быстрота создания курса. То есть если раньше мы там курсы, средняя разработка курса была около там трех-четырех месяцев, то есть сейчас мы сократили разработку курса до месяца, полутора месяцев. Мы можем сделать курс как бы с помощью нейросетейнера, помощников и в плане генерации контента, и в плане генерации изображений, и в плане ненарушения авторского права. То есть мы ускорили свои разработки, и я, в общем, как методолог тоже делаю курсы на заказ, соответственно, ну, там различным онлайн-школам, вот, также МТИ, Московский технологический институт, мы сотрудничаем. Синергия. И, соответственно, мы вот, у меня есть такая небольшая своя команда, которая позволяет это все быстро делать и запускать в производство. Как еще можно применять? Ну, я сказал, что в объяснении сложных понятий. И последнее – это повторение и закрепление материала. Здесь, конечно же, нужен, прежде всего, нейропомощник. Мы как раз учимся создавать своего чат-бота, планировать по календарю какие-то мероприятия, и повторяющий, закрепляющий чат-бот напоминает студентам вашим в Телеграме о том, что нужно зайти, посмотреть, повторить какие-то предложения по английскому языку, например, выучить, значит, такие-то термины, повторить и так далее. Но это все чат-боты. И тоже обучаем, вот, как создавать чат-боты. Очень без навыков программирования, все очень просто. Можем это научить вас это делать. У вас будет свой персональный помощник. У меня есть тоже чат-бот-методист образовательных программ в Телеграме, и я с помощью этого чат-бота, значит, пишу запрос просто, даю запрос, промт, он мне, значит, по алгоритму ЭДИ расписывается на этапы создания курса, значит, генерирует цель задачи, рисует картинки, все это можно сделать в Телеграме, все это можно сделать в одном месте. Вот, то есть, как бы у вас вот появится такой нейропомощник, где сейчас мы покажем, показываем разные сервисы, вот, перфлексии и так далее, это все можно в одном месте собрать, все это будет в Телеграме, и чат-бот в Телеграме будет вам и писать тексты, и рисовать картинки и так далее. Шагаем дальше. Так, ну и последнее, что я хотел показать из этой серии, приступить к третьему вопросу, это Кандинский, сервис Кандинского, Fusion Brain. Наверняка многие уже с ним знакомы, но и вот здесь, значит, кто присутствует впервые и не знает, вот есть такой сервис, может ввести прямо кандинский 3.1, там, или fusionbryan.e, и, соответственно, нарисуй северное сияние. Значит, и, соответственно, ну, это такой простой промт, там, без всяких, там, 4К, размер изображения такое-то, там, рыбий глаз, там, что-то еще. То есть, очень много здесь всяких параметров, которые можно вводить и добиваться нужного результата. И просто самый простой промт, нарисуй северное сияние, и, значит, даем задание, даем задание нейросети. Кстати, в этом же сервисе, здесь вот есть вкладочка видео, можно создавать короткие видеоролики, например, движение, там, какой-нибудь звезды на небосводе, там, не знаю, движение солнца и так далее. То есть, тоже можно создавать те явления, которые можно показывать своим ученикам. То есть, то, что трудно объяснить, например, можно в текстом промте заложить, и, соответственно, это явление получить и фрагмент показать. Так, ну, пока он у нас тут рисует. Давайте тогда... Я переключусь, чтобы не тратить время. Потом покажу результат. Так, я не знаю, включился ли экран или нет, но... Так, значит, перейду к платформе, потом покажу результат. Итак, платформа для взаимодействия, значит, с искусственным интеллектом для организации взаимодействия. Какие? Есть такая платформа Merlin AI, да, и что имеет данная платформа. Также есть функция чат с PDF, то есть можно кидать PDF-документ, и, соответственно, эта платформа обобщает тексты, делает заметки. Также создает контент, всякие уникальные вопросники, экзаменационные вопросы. И самое главное, что все это можно использовать в качестве среды, где могут иметь доступ учитель, ученик, и все это можно делать непосредственно, организовывая такое корпоративное учебное взаимодействие. Еще из подобных – это Edu8 AI, тоже упрощает процесс планирования уроков и предлагает инструменты с искусственным интеллектом для разработки учебного контента. А также разрабатывает учебный контент, вы можете предоставлять совместный доступ. Но это все зарубежные платформы. И вот то, что я говорил про Neotion, это супер-блокнот, да, чуть позже я сейчас переключусь опять на экран и покажу вам, как взаимодействовать непосредственно с Neotion и еще с одним сервисом. Здесь можно создавать учебные планы расписания, информационные страницы курсов, даже вести журнал учета успеваемости и посещаемости и составлять там, как бы, держать порфолио проектов учеников. Тоже подходит для организации проектной работы. Значит, ну, плюсы здесь представлены. Универсальность. Можно импортировать данные в виде таблиц из различных других, соответственно, сервисов. Вот здесь они представлены из Trello, Google, там, Ковернот. И, соответственно, интегрировать с какими-то платформами разработки, например, GitHub, Twitter для общения и так далее. И, значит, так как у нас, в общем-то, этот Neotion прогнозирует проблемы, я, соответственно, подобрал еще аналог, но более простой, с искусственным интеллектом. Это называется «Заметки от ВК». И сейчас я переключусь на демонстрацию экрана и покажу вам оба инструмента в действии. Экран видно, да? Так, ну давайте, что же у нас нарисовал Fusion Brain? Fusion Brain пока еще ничего не нарисовал. То есть хорошо ждем, что он там нарисует. И тогда давайте я переключусь на сначала Notion. Notion, ну, здесь вот я активный пользователь этой системы. У меня, значит, есть несколько предметов для студентов. Цели задачи, лекции тут выложены, лабораторные работы. И я, соответственно, предоставляю здесь вот по ссылочке поделиться, предоставляю студентам, студенты заходят и берут отсюда материалы. Дальше так вот можно оформлять странички, делать такую вот заставку, соответственно, тексты. Ну и можно любую страницу информационную создать. Например, страница заданий. Например, да? Задание назвать по страничку. И, соответственно, попросить искусственный интеллект, например, составь, составь. Напиши цели, например, занятия. Занятия по изучению триггеров. Триггеров в... Так, чуть увеличено, плохо видно, да? Триггеров. Эх, и пропало. Напиши цели занятия по изучению триггеров. Так, напишем. Эх, что-то, что-то не то. Сейчас, минуточку. Так, текстовый блок. Попробую так сделать. Так, тут можно выбрать текстовый блок, страницу, заголовок и так далее, да? Так, и открываю, значит... Сейчас, у меня пропала куда-то эта функция. Вот, спроси AI. Вот. Напиши цели задачи и нажимаю клавишу Enter. Вот у меня искусственный интеллект встроенный, нейропомощник написал. Понять принципы работы, структуру триггеров, изучить основные типы триггеров. Ну, соответственно, если не соглашаемся, мы правим. Придумай задачи. Задачи по триггерам. По триггерам. И, соответственно, запускаем. Написал здесь, соответственно, это. Так, хорошо. Сохраняем. Дальше добавляю следующую страницу. Нам было просто здесь это. Сохранить, кип нажать. И, соответственно, добавляю следующую страницу. Там блок текста ставлю. И также нажимаю в дальнейшем спроси искусственный интеллект. И задаю, например, также давайте напиши цель занятия по изучению триггеров. И он пишет цель занятия. Написал. И, соответственно, этот блок я пишу сохранить. Могу переместить наверх. Значит, соответственно, с каждым текстом, сюда вот с каждой строчкой могу перетащить. И таким образом можно создавать различные... Так, удаляю лишнее. Так, удалить. Накидывать быстренько тексты, рисовать картинки, рисунки и сюда, соответственно, вставлять. Дальше хотим предоставить к страничке доступ. Нажимаем поделиться, копируем ссылку, отправляем в чат студента. Следующий инструмент у нас называется «Заметки» от VK, адрес notice.mail.ru. Соответственно, если мы хотим новую заметку, соответственно, делаем заметку, пишем название. Совещание по практике. Пишу четвертый курс ПИ, например. Дальше сюда, например, открываю calls mail.ru для чат видеозвонков. Запланирую звонок, копирую эту ссылочку. Кстати, чат позволяет 200 человек подключаться без проблем. Добавить календарь и указываю в календаре, например, на это число, указываю время 20.00. Пишу совещание по практике. По практике. Сохраняю, то есть добавил в календарь на всякий случай, чтобы не забыть. Скопировал ссылочку сюда. Соответственно, эту ссылку указал. Можно здесь попросить искусственный интеллект, сгенерировать текст, придумать идеи, написать пост. Здесь можно писать. Напиши текст для совещания со студентами по практике. Приветственный текст совещания по практике. Идеи или, значит, пост для соцсетей. Но я обычно здесь вот так просто напишу. Вот он. Написал мне текст. Можно поправить. Перед тем, как ставить заметку, я не буду это делать, просто ставлю заметку и все. И здесь также можно добавлять тексты, заголовки, цитаты, всякие маркированные списки, таблицы, рисунки. Даже прикреплять файлы. Можно раскрасить. Можно добавить метку, что это работа. Тогда она здесь вот появится в работе. И, соответственно, закрепляем на стене. Дальше делимся ссылкой или на просмотр или на редактирование. Можно просто просмотр сделать, чтобы не изменяли информацию. Копируем и отправляем старости в какой-то групповой мессенджер. И, пожалуйста, здесь можно делать заметки и организовать корпоративное взаимодействие. То есть в рамках этого совещания можно создавать, размещать какие-то файлы, пояснения и так далее. И такую корпоративную среду взаимодействия сделать. Сравнительно недавний сервис. Аналог Naotion. То есть мы не пропадем, если Naotion закроют в этом случае. Я общественно этому обрадовался. И рекомендую к использованию. Так, ну что же у нас Кандинский? Вот, наконец-то Кандинский нам выдал картинку. Вот такая картинка у нас северного сияния вполне сносная у нас получилась. Ну а для видео, соответственно, переходите вот сюда. И здесь, значит, можно строить различные модели анимации. Короткие ролики, там 15-20 секунд. До 30 секунд можно создавать. Тоже искусственный интеллект по запросу рисует. Так, возвращаюсь в нашу систему. Закрываю доступ к экрану. И что еще хотел бы вам сказать, это, как бы, обращаясь к прошлому вебинару, кто пропустил, значит, два момента. Есть сервис ToolNest AI, где собраны зарубежные, где собраны все нейросети, в том числе Education, образование, 564 сервиса, платные и бесплатные. И наша библиотека нейросетей – это AI-лип. Значит, ссылка активна. Проходите, там тоже очень много всяких инструментов платных и бесплатных, которые появляются. Идем дальше. Так, источники. Ну, это ссылка на наш курс совместный с Директ Академией. И, соответственно, здесь группа «Цифровый педагог». Вступайте. Будем на связи. Сообщая всяких бесплатных мероприятий, которые проводятся в вебинарах ближайших. Здесь вот можете по QR-коду вступить, можете по ссылочке вступить в Telegram-чат. Дальше что еще? Так. Ну и, соответственно, если посмотреть, сделать еще обзор курса, буквально сейчас, пост на странице вот здесь, по ссылочке, если пройдете, здесь вот посмотрите программу курса. Мы ее, кстати, сделали серьезно апгрейд, добавили еще новые элементы, ну, добавили, значит, сервисы генерации промптов, и, соответственно, везде будут практикумы, то есть онлайн-занятия обязательно с записью и с подробным разбором и подробной текстовой инструкцией. И также мы добавили противоядие, то есть как распознать, студент сгенерировал работу курсовую или нет, тоже об этом будем говорить. Дальше здесь разработка курсов, образовательных активностей, оценки, учебного контента для курса, для занятия, именно создание изображений, генерации изображений, бесплатных аналогов в МИД-Джоне, довольно качественных, создание презентации видеороликов, применение нейросетей в работе преподавателя, вы научитесь создавать, в специальных средах будете работать и создавать свои курсы, и также вы научитесь создавать интеллектуальные образовательные игры. Ну и в конце это, конечно же, чат-бот. Обязательно чат-бот в Телеграм, то есть вы выйдете из курса со своим чат-ботом, который таким нейропомощником в двух системах. Две системы будете использовать, значит, для того, чтобы... Можете создать двух нейропомощников. Одному даже можно просто звонить и с ним болтать, разговаривать. Очень интересный курс. Приходите. Так, теперь я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вопросы. Так, давайте пойдем из раздела «Вопросы». Так, как вы копируете табличные ответы и таблицу Word? Там есть кнопочка специальная «Скопировать», и он копирует. Татьяна Рисперецкова. В персплексе у вас бесплатный тариф? Бесплатный. Что можете подсказать для детей дошкольного возраста? Что можно использовать для дошкольного возраста? Не понял, Раиса Пешева задает вопрос. Что можете подсказать для дошкольного возраста? Контент, нейросети, что системы, платформы? Не совсем понял вопрос. Если что, конкретизируйте. Так. С самого начала попробуем. Так, Надежда Базунова ответила, что курс платный. Так, с помощью ИИ можно сделать индивидуальный маршрут ребенка. Да. Владислава Кудашкина. Так, дальше. Диана Степанова. Да, и персплексите Яндекс.GPT бесплатный. Ну, там у Яндекс.GPT генерации, по-моему, 100 в сутки. Три версии, три. Ну, кстати, я как-то учил давно уже, пересмотрите вебинары, и на курсе мы тоже учим, как подключать GPT 3.5, тоже бесплатный, с огромным количеством генераций в Телеграм. Владислава Кудашкина. Да, можно. У меня есть контакт группы, вступайте в группу. Сейчас, минуту. Я все-таки сброшу еще раз сюда ссылку. Если что, какие-то моменты можете мне там задать. Сейчас, пять секунд. Так, пригласить по ссылке, копировать. Сброшу в чат группу, сюда, вот, цифровой педагог. Меня интересует применение искусственного интеллекта для работы с дошкольниками. Но, пожалуйста, генерация создания контента, написание рабочих программ, все, что угодно. Я знаю, что, но хочется автоматизировать их, то есть после проведения монитора, получить готовую карту для каждого ребенка. Но здесь надо очень много копаться. У меня нет, к сожалению, кейсов с дошкольниками, не было таких моментов. Но, в принципе, как вариант, как вопрос для проработки кейсов, именно напишите мне в Телеграм-группе, я попробую проработать этот кейс, ладно? То есть что нужно конкретно требуется. И, может быть, на следующий вебинар вынесу это все. Для дошкольников можно специальный вебинар даже сделать. Елизавета Холодкова. Да, записи все вебинары есть. И ссылки есть в чате, где будут размещаться. Так, Татьяна Решкова, да? Так, ну, я ответил на вопрос, что копировать, там есть специальная кнопочка скопировать в Perplexity и потом уже вставить в Word. Ну, коллеги рады, что вам понравилось. На лендинге посмотрите, пожалуйста, даже не помню. То ли, в зависимости от того, как записаться, сроков то ли 5-200, то ли 5-200, там 7-200. Там разные есть тарифы, разные эти. Посмотрите на сайте лендинга. Еще раз давайте я его сюда скину. И свяжитесь с нами, задайте вопрос, менеджер с вами отработает. Так, Дмитрий Базилевич. Какие еще преимущественные достатки использованы в образовательном процессе? Можно добавить к тому, что вы сегодня продемонстрировали? Ну, это не охватить, это очень фундаментальный вопрос такой, Дмитрий. Это смотрите мои вебинары, которые я читаю уже, наверное, около года, начиная с 23-го, с октября 23-го. Какие преимущественные достатки использования в образовательном процессе можно выделить? Ну, один из недостатков – это академическая порядочность. То есть студенты начинают применять уже вовсю, более 50% студентов по изучению скилл-факторе уже используют искусственный интеллект, то есть генерировать тексты, курсовые работы, дипломы и так далее. Это минус. Поэтому надо ставить себе на службу. Как ставить на службу? Я на 9 сентября рассказывал там про то, чтобы формировать критическое мышление и использовать технологию, не технологию, как сказать, скажем, практику извлечения информации. То есть есть такой метод практики извлечения информации. Тоже, кстати, учим на курсе, как правильно делать и как не подвергать сомнению. То есть, ну, как бы, как правильно делать, искать информацию с применением мира сетей и как анализировать это все. То есть воспитывая критическое мышление. Ирина Васильевна, спасибо вам за внимание. Стоимость курса в зависимости от выбора тарифа. Татьяна Викторовна отвечает. Спасибо, Татьяна Викторовна. Какие примеры использования и для повышения увлеченности студентов в учебный процесс вы можете привести? Для повышения вовлеченности студентов в процесс вы можете привести VR и AR-технологии с применением искусственного интеллекта. Специальные среды, специальные приборы и так далее. Вставлять, соответственно, в занятия, вкраплять применение искусственного интеллекта, показа задачи, всевозможные, то есть как можно использовать на службе. Очень большой вопрос не ответить, кратко не ответить, но я, если смотрели мои предыдущие вебинары, тоже касался этой темы. Так, Галина Кондратова. Да, возможно, оплата юридическим лицом. Директ Академия – это юридическое лицо. То есть мы проводим лицензии, есть, мы выдаем удостоверение, доносим фисфер, да, все хорошо. Хорошо. Вступайте в группу «Цифровой педагог», будем поддерживать связь, всевозможные новинки, какие там у нас выходят. Иногда, когда у меня есть время, я записываю всякие бесплатные обзоры, значит, как пользоваться тем или иным инструментом, и, соответственно, тоже группу «Руклаба». В группе уже более 400 человек, таких заинтересованных людей, которые хотят заниматься цифровым обучением, и КТ, и искусственной материальной. Поэтому, если не трудно вступать. Если какие-то остались вопросы, значит, я, к сожалению, не могу сейчас вот так более подробно ответить, поэтому, Дмитрий, вступайте в группу, вы можете задать, где-то что-то проконсультировано. Так, еще есть вопросы. Так, ну, вроде тут все ответил. Так, коллеги, какие вопросы еще есть? Ну, если вопросов нет, сегодня получился очень такой объемный вебинар. Поэтому спасибо за внимание, за терпение. Ну, до новых встреч. Для связи поддерживаем связь в группе, заходите в «Цифровой педагог». Ну, и, соответственно, если есть интерес, приходите на курс. Мы с вами поработаем активно в течение месяца. По субботам будем изучать инструменты искусственного интеллекта и все секреты, связанные, как это все правильно использовать. Секреты, наработанные лично, наработанные, скажем так, кровью и потом, значит, своей профессиональной деятельностью непосредственно. То есть все секреты, которые я использую для разработки, методических разработок своих, я делюсь на курсе. И я думаю, что вы после этого курса станете на голову выше своих коллег и своих обучаемых. То есть будьте в теме, потому что студенты уже вовсю используют искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект для выполнения заданий. Еще раз спасибо за внимание. До новых встреч. Я передаю слово Татьяне Викторовне.